В некоторых регионах это даже не работает никто, я фантомас, вот, но у нас это рабочий день, и вот на этот день передают дубео холодео, но я в этом году ничего не буду дарить, потому что, а что дарить-то уже все передарено, пускай детки дарят, да, день отца же все-таки, вот, такие у нас праздники будут, а ну а через неделю, на следующей неделе уже начинается страстная неделя, там тоже праздников четверг и пятница, не рабочие дни, но я вот помню по тем годам только пятница, не рабочий день, но в этом году не будет никаких ни праздников, ни фиест, блин, что-то сзади меня идет, терпеть ненавижу, как-то кто-то сзади меня идет, или я за кем-то, вот прям меня бесит, а сейчас это в два раза бесит, потому что я обычно наеду до этой площади, здесь никого нет, и можно вот так идти, но если вот она сзади меня, то уже, так видите, так и преследует, то уже невозможно пройтись, ладно, включаю пятую скорость, погнали! Такое ощущение, что волна надвигается, да, смотрите, как классно, прям волна, я волна! Смотрите, так вот смотришь, и на нас надвигается волна, а это всего лишь облако, класс! В аптеку каждый день хожу, потому что рецепт один на сегодня, другой на завтра, вот, и вчера зашла одну по аптеку, и вообще с собакой как бы всегда заходила, не было никаких проблем, все разрешают, а вчера зашла в одну аптеку, он типа такой, ой, собакой нельзя, думаю, вот странно, ну, Чарли у меня, знаете, он, если я его поставлю у дверей, он, скажу, и жди, и он ждет, вот, я говорю, ну, ничего страшного, ну, больше я в эту аптеку не ногой, потому что, действительно, я понимаю, что у нас, допустим, нельзя в магазины с едой с собакой, но вот во все там одежды можно с собаками заходить, нет никаких проблем, но вот где еда, то нельзя, а в аптеках тоже, вот сколько аптек я перешла на пути, ни разу мне, наоборот, я его на руки брала, на мне даже продавцы, а можешь его опустить, ничего страшного, а этот какой-то, какой-то нельзя, я говорю, ну и все, раз нельзя, значит, больше мы сюда не придем, потому что я, конечно, его оставляю у дверей, но вы знаете, есть дети такие, которые вот прям руки тянут к собакам, вот ждут, наверное, чтобы их откусили, и еще машины ездят, но, в общем, неохота мне его оставлять, тем более есть другие, где можно, в прошлый раз вот пошла за этим, за укропом, оставила его тоже у дверей, Чарли, ребенок какой-то, это, слышу, Чарли загавкал, ребенка либо, опять, наверное, к нему либо руки потянул, либо, ну, дети, как говорится, начали там к нему приставать, ну, Чарли начал защищаться, что еще, как он, каким образом он будет защищаться, естественно, гавканье может идти пакнуть, да, кому это понравится, да и взрослому не понравится, когда тебе лезут, ну, вот, че ты там, прилипал у тебя че, что ли, дела делает, все, сделал, я здесь не подбираю, потому что, ну, мы вроде как это в поле, вышел рано в поле, далеко тебя видать, ой, блин, так что вот такие вот дела, теперь по полям, по этим, за семечками, хотя я сегодня в аптеку, знаете, зашла зачем, не для того, чтобы там это, какое-то там лекарство или еще что-то, а чтобы полтинник разменять, у меня сегодня, блин, все эти клиенты с полтинниками идут, я говорю, да что ж такое, я им уже в конец мелочью раздавала, потому что, ну, вообще не было ничего, и вот так вот я полтинник меняю, там мне нужно 90 копеек было заплатить, ну, полтинник дала, да, мне кажется, так все делают, да, и вот мне еще бы парочку разменять, ну, сейчас семечки куплю, и таким образом разменяю себе эти купюры, скажем так, такая ржака сейчас, Чарли вот так бежит, бежит, я ему кричу, Чарли, иди сюда, не Чарли, а просто иди сюда, а он дальше бежит, я ему кричу, иди сюда, и он дальше идет, такая, говорю, ты куда пошел, иди сюда, мужик такой раз встал, обернулся, на меня смотрит, понимаю что он думает что это я ему говорю чарли иди сюда и вы знаете у меня так было много раз когда я кричу чарли что иди сюда куда пошел и люди оборачиваются на меня смотрят типа читали вот и думают что это я им говорю иди сюда мой блин ты скоро картошку тоже копать будут так вот мужик вообще такой поворачивается скажите не пойму иду иду здесь никому не мешают какая-то зовет меня вот видите люди картошку копают вручную видно не судьба хочу там закрыт очень странно ладно обойдем себе семечек чушь теперь поделаешь завтра в меркадоне куплю вот так сейчас буду перерабатывать клубнику а вы думали как все там за столом все дела да да нифига вот сейчас телевизор сериал смотреть и перерабатывать клубнику там-то как ра огромный наверно тут вкусненько ой блин пахнет как смотрите спелая я знаете не люблю клубнику вот которые вот так вот даже такой ну вот типа зеленый такой я люблю вот чтобы вот видите тоже вот с такими вот я люблю чтобы спелая была сейчас выберу себе надо еще тарелочку принести я тут вся в клубнике уже сделала в инстаграм пост что я варенье буду варить пипец смотри марте помните кстати я эти-то собирала баночки-то всякие а пригодились варенье буду варить 5 минутку но это вот когда давай доводишь до кипения варишь 5 минут выключаешь и так три раза я всегда так варил варю варенье потому что получается на и крупно нарезаю потому что оно получается такое знаете как вот прям ягода настоящий живой мне так стать подруга научила варить и банки стоят я их простерилизую в пароварке стоят эти банки годами мне мне кажется еще еще есть одна какая-нибудь банка вот так что вот так вот вот в эту тарелочку вот так вот и а как вы хотели все мне кажется вот этот показуха за столом там все дела все это показуха вот за столом сяду сейчас аккуратненько переработаю потом пойду помою засыплю сахаром взвешу и все будет в ажуре там чарли спит ну да что отдыхает моя мама тебе целовать хочет ну ты куда ушел то мама целовать хочет иди целовать не хочет не хочет целовать ладно поехала я кило сто короче два ну не знаю кило сто клубники кило килограмм сахара вот так у меня как это назвать то стерилизуется банки сейчас минут 40 постоят а вот эту вот клубничку я сейчас поем из коробки получилось кило 100 и вот это вот за 250 ну я думаю что нормально как вы считаете дешево или или не очень все таки мне кажется нормально дешевле уже будет или не будет но вы не мандыкнитесь там у меня надеюсь нет ой смотрите какую выбрала такую маленькую клубничку и будет меня варенье лет на пять я помню последний раз делал давным давно земляника вкуснятина это пусть стерилизуется сериальчик посмотрю кстати смотрите вот за за свет пришла но я уже заплатила за свет ну вот сколько 26 января по 21 февраля смотрите вот столько мы заплатили мы вот как-то мало платим потому что я слышу вот других там кто в испании живет платят дофига денег за свет не знаю может быть какой контракт вот у нас контракт 3 450 киловатт я не знаю много это это мало вот у нас все от света кроме горячей воды горячая вода у нас от баллона от газа как вы могли бы знать поэтому я не ну прибавьте к этому еще сколько 14 евро то есть вот 19 плюс 14 сколько 19 плюс 14 33 евро да вообще-то выходит ну если вот так так что мне кажется там мало обогреватели у нас в ванной мы включаем обогреватель каждый день купаемся в душ ходим и знаете ну я в душе торчу там по часу минут 40 и у меня там жара стоит вот а больше обогревателей никаких на какие обогреватели у меня целый день открыто все какие могут быть обогреватель если на улице 25 градусов и вот поэтому как бы не знаю я прослушаю некоторые 100 200 евро платят за свет и думаю откуда такие суммы не знаю это же надо я вот в прошлом месяце февраль декабрь или январь когда этот месяц холодный прямо у нас был я каждый день включала обогреватель у себя в спальне он у меня там не выключался 24 часа в сутки правда он не сильно такой патента патентный и вот я заплатила 38 евро то есть два раза больше да вот а так чтобы ну не знаю вот так вот повезло или что или не знаю вот у нас столько мы платим некоторые прям говорю по 100 по 200 евро мне кажется если я даже все обогревать хотя если все обогреватели включу то может и нагоняю в общем не знаю может быть как у них там это на контракте побольше вот этой вот как вот потенции или чё в общем пошла я за вареньем следить а то ведь знаете оно такое может убежать может убежать я поставила вариться уже было на пятерочки раз растаял сахар и вот я уже подняла на семерочку чтобы закипела сейчас закипит выключу постоит минут а нет оно должно остыть не постоять а ну остынет потом опять я поставлю на это короче наверное до 12 я буду все дело делать ну ничего у меня все еще впереди я не могу удержаться любите выпенку так как я я обожаю пенку вот это единственная пенка которую я готова есть ложками все пять минут покипела теперь оставляем остывать и потом опять варим пять минут и так три раза все 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Друзья, овощи пускай там томятся, варятся, варенье сварила Кстати, не так и долго я его варила Теперь мне этих банок на пару лет хватит Ну, потому что Я люблю, знаете, все-таки Варенье черешни Или вишневое варенье И из черной смородины Вот это да А клубничное как-то Ну, вот, хотя домашнее, оно ароматное, вкусное, нереально Вот, тоже иногда хочется Даже просто, знаете, с водой развести Так что, вот такие вот дела, друзья Ладно, пойду я сейчас красоту смывать И будем, буду монтировать влог А вам всего самого лучшего Надеюсь, вы не забыли подписаться Поставить лайк И написать мне комментарий Хотя бы какую-нибудь рожилицу Смайлик какой-нибудь Вам, как говорится, ничего не стоит А мне приятно Вот, всего самого лучшего И всем пока-пока